В это воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха состоится молодежный фестиваль музыки и активного образа жизни «Горизонт». Мероприятие такого формата и масштаба пройдет в городе впервые. Музыкальные группы, авторы юмористического жанра стендап, спортивные площадки, фестиваль еды. Все это является ярким выражением уличной городской культуры и основным направлением фестиваля. Фестиваль откроется в 15.00 для всех гостей в ход бесплатный. В эфире программа «Городские встречи». Сегодня мы беседуем с директором и организатором фестиваля «Горизонт», который состоится уже в эти выходные в воскресенье 11 сентября в парке ЦПКО. Здравствуй, Никита. Расскажи, пожалуйста, что это за фестиваль и как он называется, еще раз повтори. Вообще, какова его концепция и идея? Фестиваль называется «Горизонт». В чем идея? Потому что мы открываем для Рязани новые горизонты. Это не только горизонты новых мероприятий, парковых фестивалей в таком формате, к которому привык весь мир, все большие города, а теперь у нас тоже будет. Но это горизонты увлечений. Ну, я могу много про это говорить. Никита, расскажи, пожалуйста, что участник, гость фестивалю увидит здесь в воскресенье? Увидит здесь все свои увлечения. Если ты увлекаешься музыкой, тебе сюда. Мы делаем большую музыкальную сцену, прямо здесь много звука, света. Хедлайнер-фестиваль группы «Фрукт» — это ребята, которые играют каждый вечер на Первом канале в вечернем Урганте. Не знаю, можно ли у вас говорить про другие каналы. Можно. Что еще? Мы, кроме этого, весь день музыкальная сцена будет наполнена разными музыкальными командами, которые, может быть, не настолько известны, но мы выискиваем самые интересные из них. Это ребята, которые играют интересную электронную музыку, это поп-рок, это какая-то странная смесь этномузыки, электронных примочек на любой вкус. Помимо музыки, это фестиваль еще здорового образа жизни? Не здорового, а активного образа жизни. Окей, хорошо. Что это? Большой здоровый образ жизни, мы за него, естественно. Но, кроме этого, мы говорим об активном образе жизни. Что это значит? Будет огромное количество площадок от наших друзей, которые увлекаются экстремальными видами спорта, фитнесом. Это люди, которые делают... Много отжиманий? Много отжиманий и приседаний. И в том числе они владеют или ведут какие-то тренировки на самых классных фитнес-центрах нашего города, или же они руководят какими-то командами, я не знаю, акробатов, танцоров. Я правильно понимаю, что дресс-кода не будет, если я приду в кроссовках и спортивных штанах меня пустят? Идеально. Это идеально. Кстати, зовем еще и на забег. Большой забег будет в рамках нашего фестиваля. Во сколько? Не могу пока сказать. Следите за информацией в нашей группе ВКонтакте, там полной информацией выложим. Да, давай еще раз обговорим, где зрители заинтересованные смогут узнать информацию о фестивале. Смотрите, ищите нас ВКонтакте, vk.com, горизонтфест, после слэша. Если вы напишете, вы найдете нас, ну или просто вы можете найти фестиваль Горизонт. Итак, огромное количество площадок, активный образ жизни. И кроме музыки, второй наш важный момент, что такое активный образ жизни. Это не просто спорт, это спорт как часть твоей жизни, это любая твоя активная деятельность. У нас будет еще одна сцена, которая будет наполнена командами танцоров, танцевальными батлами. Вы можете сами принять участие в тренировке по кроссфиту, по йоге, всем вот этим штукам, которые сейчас так популярны. Может принять участие в забеге. Возможно, вы уже давно бегаете, а может для кого-то это станет первым забегом. На самом деле я жду один момент, очень важный для себя. Поговорим о еде. Да. Да, будет и еда, естественно. Кроме здорового образа жизни и спорта, но еда тоже может быть здоровая. И, собственно, мы делаем фестиваль еды в рамках Горизонта. Все наши самые известные кафешки, барчики, все самые молодежные места, все будут здесь. Со своей уличной едой. Модный сейчас формат, да, стритфуд, как это называется. То есть будет весело, спортивно и вкусно. Да, еще будет лекторий. Это еще будет и умно. Мы ставим большой шатер, приглашаем спикеров разных интересных людей, которые будут рассказывать про активный образ жизни, про разные увлечения. Вы можете послушать и принять участие в лекциях. Во сколько начало? Начинаем в 3 часа дня и до 10 часов вечера все воскресенье планируете провести в Центральном парке. Культуру и отдых. Культуру и отдых. Как зародилась тогда идея о создании этого фестиваля? Есть наш город, есть форматы, мероприятия, которые не проходят у нас почему-то. Интерес к этому есть. Форматы парковых фестивалей, это не так часто в нашем городе. В том виде, в котором привык, возможно, житель Москвы или какого-то другого большого города. Почему нет? Что мы, небольшой? Это первый момент. Второй, у нас есть Центральный парк. Он огромный, как видите, здесь стал проводить все время очень много людей. Бегать, отдыхать с детьми, кататься. Здесь идеальная поверхность для того, чтобы кататься на локборде, велосипеде, на всем что угодно. И здесь не проводилось никаких мероприятий. Почему нет? И все складывается. Есть люди, которым это интересно. Есть люди, которым это интересно. Наша команда, которая собралась вот так вот. Полные инициативы специалисты или творческие люди в разных областях. Есть еще и классная площадка, на которой еще никто почему-то ничего не проводил. Все это сложилось в этой истории, которая теперь называется фестиваль «Горизонт». Почему «Горизонт»? Почему «Горизонт»? Какую мысль вы вкладываете в слово «Горизонт»? Много мыслей. Горизонт. Ну, «Горизонт» — классное слово. Согласна. А почему оно классное? Потому что у него очень много значений. Горизонт, помимо того, что это какое-то пространство, большое, это еще и горизонт твоих интересов или новые горизонты. И мы надеемся, что мы соберем здесь не только людей, которые уже увлекаются этой музыкой, или людей, которые уже знакомы с таким форматом мероприятия и будут рады его встретить здесь, или людей, которые любят ту же уличную еду, как и при Алёна, да. Но и людей, для которых это новые горизонты, и людей, которые найдут для себя здесь что-то новое. Никита, фестиваль осталось всего несколько дней. Расскажи, пожалуйста, как проходят основные организационные моменты. Работаем непрерывно, днями, ночами, не спим. Как я говорил, что к фестивалю включилось большое количество людей, инициативных, с кучей интересов. Весь он делается людьми. Я еще раз говорю, что это фестиваль городской, это фестиваль для городского жителя. Он о городе, о таком, он проходит в городе. И если ты часть этого города, ты можешь стать частью нашего фестиваля. И только люди, которые сюда придут, сделают его таким, каким он должен быть. Вот, видишь, сказал, что очень много людей занимаются организацией этого фестиваля. Вот расскажи, что движет ими и конкретно тобой. Указать, возможно, городу, что есть такой формат отдыха, культуры и отдыха, как и парк. Что он живет, он живет везде. И мы бываем в других городах, в других фестивалях. Большая часть нашей команды мы постоянно варимся в этом, слышим про это. Но не все жители нашего города знают об этом. Опять же, не все студенты, многие просто, будучи молодыми и еще не выезжавшими далеко, знают, что так может быть, что такое парковый фестиваль, что это классный формат. Мы хотим его показать. Мы хотим сделать такое мероприятие, которого еще не было в городе. Чтобы оно выстрелило, чтобы оно сделало, чтобы все сказали вау, чтобы оно принесло удовольствие, чтобы этот, возможно, последний выходной теплый в году запомнился. Почему нет? Возможно, что это станет маленьким шагом, как я говорил, для кого-то это станет тем самым горизонтом, который он не знал, что такой горизонт существует, а теперь он захочет стать его частью. Чем-то увлечься или же просто понять, что время можно проводить так, друзьями. Отлично, спасибо тебе за беседу. Давай напомним еще раз телезрителям, когда, где, во сколько и, главное, что. 11 сентября, в это воскресенье, в Центральном парке культуры и отдыха мы ждем вас с 15.00 до 22.00. Весь город, вы, ваши друзья и все ваши увлечения, все здесь, в Зеленом театре. Фестиваль «Горизонт», фестиваль городской, молодежный фестиваль музыки и активного образа жизни. Приходите. Вход свободный, дресс-кода нет. Вход свободный, дресс-кода нет. Я напомню телезрителям, что беседовали мы сегодня с директором фестиваля «Горизонт» Никитой Астаховым. Спасибо вам за внимание, до встречи в эфире и здесь, в ЦПКО на фестивале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова